МИАСЛАЙФ. ПРОЕКТ ПУСТОМЕЛИ Всем привет, это МИАСЛАЙФ и я, Екатерина Задорогина. Сегодня мой первый подкаст, поэтому можете меня поздравить с неким дебютом. Я не сильно волнуюсь, но тем не менее это очень ответственно. Сегодня у нас в гостях человек, напрямую связанный с праздничной сферой, которая в том числе коснулась пандемии в этом году, и поэтому приветствуем ведущего, шоумена и просто хорошего человека Дмитрия Колоскова. Дима, привет, включайся в беседу. Привет, Кать, я тебе скажу, что это тоже мой первый подкаст, но в отличие от тебя я почему-то волнуюсь, наверное, потому что я не привык говорить без большой публики, это передо мной вообще как бы, собственно говоря, практически только ты, но я думаю, что у нас будет весьма интересный продуктивный разговор. Я готов. Я тоже на это надеюсь. А ни для кого не секрет то, что я точно так же работаю в праздничной сфере, ведь я пою, и мы часто с тобой сотрудничаем вместе на мероприятиях. И я лично видела своими глазами, как ты классно начинаешь все мероприятия, как ты заводишь публику, как ты приветствуешь гостей, как ты заряжаешь их своей энергетикой. И поэтому я тебе предлагаю сейчас начать наш сегодняшний разговор с того, что ты поприветствуешь слушателей наших точно так же, как ты приветствуешь гостей на мероприятиях. Да, подожди, мне можно материться вообще или нет? Просто как бы. Ладно, на самом деле это, конечно, шутка. Ребята, всем привет. Дмитрий Колосков, да, это я. Тут, конечно, Катя мне сказала очень много лестных слов, наверное, это можно считать за пиар, в общем, но мне очень приятно, конечно же. В общем, я надеюсь, что у нас сегодня будет очень продуктивный разговор. Я приветствую всех радио или просто слушателей канал МИАСЛАЙФ. Все будет круто? Наверное. Надеюсь. Надеюсь, что да, сейчас все улыбнулись, зарядились позитивом и готовы слушать нас дальше. Еще в самом начале я заикнулась о том, то, что пандемия коснулась праздничную сферу, поэтому мы сейчас с тобой остановимся на этом вопросе. Расскажи, какие у тебя вообще были планы на 2020 год, что тебе удалось реализовать, а чему все-таки воспрепятствовала пандемия? Ну, то есть ты решила сразу с больного начать, да? С больного немножко, да. Поднадавим, как бы потом сбавим обороты. Спасибо тебе, Екатерина, на добром условии. Да, но пандемия – это очень жесткая вещь. Она реально в сферу шоу-бизнеса не то, что коснулась, она просто ее практически, там, не знаю, на какое-то время убила полностью. То есть никогда в моей жизни не было момента, когда просто там в течение двух месяцев нет ни одного заказа. Да, когда слетают все наработки, когда люди судорожно требуют предоплату, которую когда-то вносили, там порядка, ну, то есть больше 60 тысяч рублей я был должен людям. Да, и было бесполезно объяснять о том, что, ребята, типа, вот как бы вы же вносили, вы же бронировали дату и так далее. В общем, все эти предоплаты мне пришлось возвращать тогда, когда все это дело хотя бы немножко запустилось. Ну, тем не менее, все получилось. Раскидался, все супер. Вообще, на самом деле, это очень неприятно. Почему-то я не думал, что настолько сильно все это нас коснется. Ну, тем не менее. Часть площадок, я открою секрет, работала, ну, в конце пандемии уже плюнула на все запреты и работала. То есть были такие моменты, когда, ну, как бы мне тоже были нужны деньги, да, и мы просто приезжали на площадку, раскладывались, хозяева площадки, я, естественно, не называю, что это за площадка, просили негромко делать музыку, закрывались ставни жалюзи, закрывались полностью двери, и мы работали в полную, полностью изолированном помещении. И периодически выходил хозяин и говорил, ребята, потише, пожалуйста, все круто будет, но давайте потише. Вот, сейчас предстоит новогодняя пора. Даты практически все расписаны, но вот я боюсь, что они могут начать слетать, потому что Москва все сильнее и сильнее завязывает узлы, затягивает, да. Количество людей, я не знаю, следишь ты или нет, возросло в разы просто. И если во времена первой волны, когда было 6-8 тысяч заболевших коронавирусом в день, все это дело закрыли, то сейчас число заболевших по стране превышает 20 тысяч. И пока все работает, но не знаю, насколько, но хотя многие говорят, что полностью закрывать ничего не будут, потому что, ну, просто страна не выдержит второго экономического здоровья. Да, да, все верно. Расскажи, пожалуйста, как вообще сами гости реагируют на эту ситуацию? То есть, коснулось ли это их какого-то поведения, не знаю, настроения, возможно, на мероприятиях? То есть, свободно ли они там себя ведут, либо нет? На мероприятиях гости реагируют вполне адекватно и хорошо, никто практически не носит маски, я не знаю, правильно ли это или нет, но тем не менее. И очень интересная тенденция, то есть, когда закончилась вот эта первая волна, когда официально разрешили работать, это были самые, наверное, пушечные мероприятия. Как люди отжигали, это просто было что-то с чем-то, а, видимо, просто народ соскучился по тому, чтобы вот отдохнуть, чтобы повеселиться, чтобы послушать хорошую музыку, чтобы, я не знаю, получить заряд позитива и энергии. То есть, пандемия пандемии, а праздник по расписанию? Ну, на данный момент пока да. Хотя, вот я еще раз говорю, куча мероприятий, там очень много это дело коснулось выпускных, то есть, там из 14 выпускных нам удалось провести 3, которые согласились перенести. 11 из них отменились. Ну и, то есть, соответственно, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра тоже никто не собирается? Ну, вот, скажем так, на массовых мероприятиях, да, когда все это дело на улице, я всегда говорю о том, что, да, господа, не забывайте, пожалуйста, мы до сих пор находимся под опасностью заболевания коронавирусом, соблюдайте, пожалуйста, социальные дистанции. И если на действительно массовых мероприятиях часть людей все-таки носит маски и пытается каким-то образом отстраниться от основной толпы народа, то все равно там 80-90% людей продолжают жить так, как жили. Твоя программа как-то поменялась вот из-за существующей пандемии? То есть, быть может, ты избавилась от каких-то таких массовых тесных конкурсов, где используется тесный контакт? Или все-таки нет? Или все осталось абсолютно по-прежнему? Нет, я не использую конкурсов, в которых используется прям тесный-тесный контакт. Единственное, что, наверное, добавилось, это то, что можно пошутить на тему коронавируса и пандемии. И эти шутки неизменно заходят, как бы, все... То есть люди хорошо реагируют? С юмором, да, воспринимают эту ситуацию. Охапка слов, подкаст готов. В принципе, Дима даже рассказал, что то, что я хотел у него спросить, он сам просто про Новый год. Слушай, на мой вопрос, то есть, когда, вот смотрю, прям, в 2019 году люди приходили, например, бронировать, да, и вообще разговаривать, и вот сейчас люди приходят на 20-м году, это вот отличаются вот эти вот разговоры с ними, просто хотя бы, там, по настроению, по информации, вот сами люди поменялись за этот год? Я не так много контактирую с людьми, как ты думаешь, то есть, ко мне не приходят прям толпами молодожены, да? Нет, я говорю, там, раз в неделю ты вы проектом на рынке. Ну, наверное, чаще, раз в неделю я встречаюсь, конечно, с людьми. Так, ну, первый момент. Люди заранее стали обговаривать момент, когда возвращается предоплата, да, то есть, если раньше, я говорил, мы бронируем дату, они говорят, да, все окей, и вот вам, Дмитрий, там, деньги, да. Давайте будем работать с вами, вы нас устраиваете, да, мы будем в восторге, если вы проведете наше мероприятие. То теперь все то же самое, но говорят, Дмитрий, вы понимаете, что если вдруг что-то случится, то мы хотели бы вернуть наши деньги обратно. И теперь мне приходится говорить, да, я все понимаю, но давайте будем возвращать. Кстати, у нас в январе, 4 января, должна быть свадьба, которая переносится теперь на лето. Потому что совсем недавно мне написала невеста, она говорит, что родственники из других регионов боятся приезжать, не хотят и так далее. Ну, вот, то есть, вот такой вот яркий достаточно пример. Может быть, сократилось само число гостей на мероприятиях? Может быть, стали меньше приглашать? Либо пожилых лиц не приглашать, оставлять их дома? Ну, во-первых, пожилых лиц не так часто приглашают, потому что пожилые лица, они любят, что? Они любят посидеть, я не знаю, попить под боям и поесть тортика с чаечком, да? Но, тем не менее, пожилые лица могут присутствовать на свадьбах, юбилеях как раз-таки. Да, но смотри, если у меня есть бабушка, я все равно приглашу бабушку, да, как бы то ни было. Скорее всего, бабушка не будет находиться на протяжении всего свадебного вечера. Скорее всего, она, я не знаю, посидит первые 3 часа, а потом уедет отдыхать, дабы лишний раз не контактировать. Но у нее будет возможность поздравить, у нее будет возможность, там, я не знаю, видеть какие-то моменты свадебные, да? Это исключение тогда, когда бабушка уже совсем в возрасте, когда ей тяжело там их и передвигаться, и там поздоровить и так далее. То в этом случае, скорее всего, молодая жена приезжает к ней на дом. А так нет, все окей. Сократилось количество людей на тех или иных мероприятиях. Но я думаю, что это не только из-за коронавируса, хотя часть, безусловно, гостей отсеивается по этой причине. Я думаю, что у людей не совсем хорошее финансовое положение сейчас, на данный момент. И вообще многие праздники, наверное, сейчас переходят в разряд домашних посиделок, я не знаю, шашлыков во дворе и так далее. Слушай, ну смотри, ты говоришь, что два месяца ты по факту сидел вообще без работы. Это был капец. Вот как это? Вот тебе, когда у тебя все расписано, определенное время вперед всегда расписано. И оказаться просто там в один из сезонов вообще дома, в четырех стенах и без работы, непонятно, вернется или нет. Да, какое у тебя было настроение, состояние и чем ты занимался. Ну, на самом деле, это конкретно очень и очень жестко, потому что это реально очень, я не знаю, бьет по энергетике, по психике, по внутреннему состоянию. И если первые там два-три дня я как бы вполне и вполне нормально сидел дома, то дальше, я честно говорю, не смог это сделать. То есть есть же мастерская лаза нарезки, да, и мы как раз в конце января, в начале февраля переехали на абсолютно новое место. Все это дело начинали с ноля, то есть там нужно было, помещения были в ужасном состоянии, нужно было сделать хотя бы маломальский ремонт, провести всю проводку, счетчик и так далее. То есть, ну, практически с ноля. Вот мы всем этим делом занялись, сделали в достаточно короткие сроки, своими силами, заехали туда, но, естественно, осталось много недоделок. И вот во время пандемии у меня была возможность просто тупо одному приезжать и что-то делать в мастерскую лаза нарезки для того, чтобы на будущее улучшить там наши условия. Вот, наверное, самое главное мое спасение. Расскажи, пожалуйста, про мастерскую лазарь, потому что, я думаю, тебя все знают в первую очередь как ведущего, но не знают то, что у тебя есть еще какие-то дополнительные вообще проекты. Ну, не у меня, во-первых, а у нас, потому что мастерская лазарь планируется и позиционируется как семейная мастерская. В общем, мы занимаемся лазерной резкой. Это дерево, различные пластики и металл. В основном работаем, конечно же, с деревом. Очень крутые вещи делаем. И это не реклама, это действительно так. Сейчас мы вышли на Wildberries и на Ozon. Буквально вот, я не знаю, две-три недели назад первые поставки туда пошли. И на Wildberries и на Ozon, на самом деле, мы делаем очень большую ставку. И у нас очень большие, связано с этими маркетплейсами надежды. Уменьшилось ли количество заказов в пандемию? Да их не было, практически не было. То есть, когда была жесткая пандемия, все работники, естественно, были распущены. Потом были очень тяжелые месяцы. То есть, мы сначала сократили количество дней. Ну, то есть, было собрание. И на обсуждение было вынесено, каким образом мы поступим. То есть, количество заказов сократилось в три-четыре раза. Зарплату каким-то образом нужно платить. Нужно платить за электроэнергию, нужно платить аренду. Нужно каким-то образом окупать материалы. Материалы выросли буквально в два-три раза. То есть, фанера – это основной наш расходный материал. Она выросла в два с половиной раза. Очень жестко ударила по кошельку. Благо, что на тот момент были еще запасы старые. То есть, мы в какой-то момент могли существовать. Вот, собственно говоря, обсудили с коллективом. Решили, что увольнять никого не будем. А перейдем на сокращенные рабочие дни. В таком режиме лазерная резка проработала практически месяц. Потом стало еще тяжелее. В итоге, во что все вылилось? В итоге все вылилось, что в моменты, когда поступал заказ. И просто говорили, что, ребят, кто будет его выполнять? Вызывалось там, например, два человека. Они выходили, выполняли заказ. И снова все сидели на карантине. Восстановилась ли ситуация сейчас? Сейчас ситуация более-менее восстановилась. На самом деле, сейчас в мастерской лазерной резки требуются дополнительные рабочие. Потому что впереди Новый год. И у нас есть 3-4 достаточно мощных крупных заказов, которые потребуют большого количества времени. Буквально вчера мы запустили второй станок лазерный. То есть мы продолжаем расширять мощности лазерной резки. То есть я думаю, что Новый год будет для лазерной резки достаточно хороший, мощный и продуктивный. Ну вот давай теперь о новом ГОЗе в праздничной сфере. Вот получается до 27 декабря продлен режим повышенной подготовки. И возможно, какие-то будут еще ограничения дополнительные, введенные. Как настроение вообще у заказчиков, у заведений? Настроение такое сдержанное, оптимистичное. Вот так будем говорить. Требожатся ли они о возможной отмене, о закрытии заведений? Ну я разговаривал с несколькими людьми, которые владеют теми или иными площадками в МИЭСе. Все они настроены оптимистично, все они готовятся по полной программе к Новому году, все они набирают заказы. То есть очень многие говорят о том, что вот именно запрета на Новый год в плане корпоративов не будет. Но на самом деле до этого говорили о том, что в Москве никак не планируется введение никаких дополнительных ограничений. Но мы сейчас все с вами видим, что в Москве все жестче и жестче. Затягивает пояса. Поэтому очень сложно спрогнозировать, что будет. Но мы все надеемся на лучшее на самом деле. То есть пока массовых отказов от праздников нет. И это при том, что практически с 18 по 31 число у нас заняты практически каждый день. Там буквально 3-4 даты свободны. Не знаю. Надеюсь, что все будет хорошо. Я тоже надеюсь. Ну да. Как представитель праздничной сферы. Я точно так же надеюсь, что все будет хорошо. При этом бюджеты, кстати, на Новый год, они сократились очень жестко. То есть вообще бюджет на праздник сократился в том плане, что раньше я без проблем мог говорить о том, что давайте ваш праздник украсит своим чарующим голосом Екатерина Задорогина. Давайте мы пригласим акробатов или фокусника. Давайте мы сделаем какие-нибудь дополнительные флешмобы или еще какие-то плюшки. То сейчас очень часто разговор идет о том, чтобы все сократить до минимума. В том числе и руководители заведения говорят о том, что ведущий, диджей и максимум это Дед Мороз и Снегурочка. Как символ Нового года. Ну потому что да, Дед Мороз и Снегурочка – это, наверное, основные персонажи, которых ждут все гости. И вот это тоже печально на самом деле. Давай теперь о более позитивном. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты уже работаешь в качестве ведущего? Сколько лет? Ну, на самом деле больше 10 лет. То есть я начал вести праздники еще до совершеннолетнего возраста, достижения совершеннолетнего возраста. Первые праздники были, наверное, первые праздники были в школе. То есть я к сцене так или иначе тяготел уже с детского сада, детском саду. Входил в различные кружки. Потом в начальной школе попал в театр-студию Нарния. Как сейчас, помню, меня за руку привезла. За руку меня привела меня моя мама. Достали все дипломы, которые я когда-либо получал за конкурсы по чтению стихов, за те или иные достижения. До сих пор театром студии Нарния руководит Сауля Джонова на кур. И, как сейчас помню, мы встретились в вестибюле. Сауля посмотрела мой диплом и сказала, ну, хороший парень, надо брать. Мама тебя привела, а ты сам хотел? А да, конечно. То есть мы поговорили как-то вечером и решили, что надо куда-то расти. И решили, пойдем-ка мы в дворец, там есть театральный коллектив, там все будет здорово. Сейчас ты участвуешь в спектаклях? Ну, последний спектакль, в котором я участвовал, это «Гроза» Астаровского. Сейчас планируется премьера спектакля «Звукина квартира», которая по разным причинам откладывается уже два раза. В нем я уже не участвую, к сожалению. Но, возможно, вернусь в Нарнию. Просто сейчас немножечко другие приоритеты уже становятся. Все понятно. Смотри, ведущих, как таковых, много. Каждый из них чем-то отличается от другого, каждый из них индивидуален. Чем отличаешься конкретно ты, в чем твоя изюминка? Какой провокационный вопрос, Екатерина. Так, ну, во-первых, ведущих много, наверное, смотря что ты подразумеваешь под словом «ведущий». Дело в том, что если я нахватался каких-то там конкурсов в интернете и попробовал это на своих друзьях, которые по определению и априори думают, что, типа, чувак, у тебя все хорошо получилось, то это еще не означает, что я могу себя считать ведущим. Если мы говорим о ведущих в профессиональном плане, то их не так уж и много, с моей точки зрения, но, тем не менее, их достаточно большое количество на рынке, и ты права, каждый из них отличается своей манерой, поведением, своими фишками. Первый момент, что касается меня. Я пытаюсь людям дать то, что они хотят. То есть, вот сейчас у нас же век индивидуального предложения, и если ко мне приходят молодожены и спрашивают, какая у вас программа, я им отвечаю, что, скорее всего, программы не будет никакой. Фишка в том, чтобы люди получали удовольствие, при этом не выходя из зоны своего комфорта. То есть, у нас любое мероприятие, это же не веревочный курс, не команда образования, это не задача сделать так, чтобы человек получил стресс и преодолел себя. Это сделать так, чтобы все люди расслабились. А для каждого это по-своему доступно. Вообще, если очень грубо говорить, то всех гостей можно разделить на три категории. Первое. За любой кипиш, кроме голодовки, если скажешь, что мы сейчас будем прыгать в мешках, а ему не досталось мешка, он быстренько сбегает и где-нибудь его найдет или заменит. Если ты не скажешь, что мы сейчас будем бегать на время вокруг ресторана, единственный вопрос будет, сколько кругов. Вторые люди, они с удовольствием, второй тип людей, они с удовольствием общаются с тобой, сидят за столом, они легко могут поддержать шутку, они круто продолжают разговоры, но когда ты им говоришь, а пойдемте, они говорят, блин, как-то вот не особо удобно. И третий тип людей, это люди, которые говорят всем своим видом, они в основном с тобой не разговаривают практически, они говорят о том, что скажи спасибо за то, что мы вообще тебя воспринимаем хоть как-то. И вот задача, наверное, моя, в первые час, 50 минут того или иного вечера вычленить вот этих людей и понять, кому что нужно этим людям это дать, при этом различными способами. Ну смотри, ты говоришь о том, что ты полностью ориентируешься на клиента и даешь то, что нужно гостям. Но тем не менее, я сама лично знаю о том, что заказчики бывают разные, в том числе и желающие настолько чего-то невозможного и безумного. Как-то ты их немножко ориентируешь все-таки, что будет хорошо, что будет нехорошо, что будет смотреться, что будет не смотреться. То есть что с чем сочетается и... Если мы обсуждаем тот или иной праздник вот настолько серьезно, то я ориентирую их... Ну то есть я говорю о том, что, например, мы сделаем то, что вы хотите, но вы должны понимать, что это может иметь такие-таки последствия. И если после этого заказчик мне говорит о том, что да, я понимаю, но мы все-таки хотим, чтобы жених там, я не знаю, прыгнул в тургаяк и попытался там зубами со дна достать обручальное кольцо, я говорю, окей, но, пожалуйста, там, реанимацию, скорую помощь, будьте готовы, что могут произойти какие-то такие моменты. Вот тогда давай поговорим об этом. Есть ли какой-то вот, может быть, случай такого некого сумасшествия на праздниках? Вот что-то по типу, как вот жених, то есть ныряет тургаяк и своими зубами со дна достает обручальное кольцо. Ты знаешь, сумасшествия нет. Нет, сумасшествия нет, наверное, потому, что мы стали, наверное, я уже дорос до того момента, когда я могу выбирать людей, с которыми мне хочется работать. Потому что, ну, как бы, мне уже надоело пытаться сделать праздник для людей, которым это либо не нужно, либо которые относятся к этому, к тебе не как человеку-профессионалу, а как, я не знаю, к некому скомароху, что ли. Да, да, к некому скомароху, которому сказали, мы тебе там заплатили, давай, скачи. Мужик, давай, весели нас. Я не понимаю, почему ты сидишь и ничего не делаешь. Ну, условно говоря, да. То есть все проходит более-менее так стандартно, цивилизованно. Фишка в том, что за годы, наверное, мне очень сложно сейчас, ну, там, не знаю, сбить с толку каким-то образом ввести в ступор и так далее. Да, то есть момент, когда до окончания свадьбы остается 40 минут, да, когда уже горит подача торта, а ко мне подходят пьяные гости и говорят, а мы украли невесту, для меня уже, как бы, не такой уж и трэш, да. То есть я, это было в этом году, да, то есть мы чуть-чуть подсоединялись с конкурсами. Мы решили чуть-чуть сократить танцевальную паузу, но, тем не менее, дать людям немножко передохнуть. И вот когда уже на последний танец ко мне подходит такая девушка слегка под шофе, улыбаясь, загадочно говорит о том, что невесту похитили, я задаю вопрос напрямую в лоб, это вы сделали, и объясняю о том, что ее нужно вернуть, и она говорит о том, что это сделала не я. Я не знаю, кто это сделал. Но по ее виду понятно, что, естественно, в этом деле там непосредственно замешана она. Вот. То есть, я не знаю, но было понятно, что нет смысла сейчас спорить с человеком, нет смысла сейчас пытаться, там, воззвать голос у разума, да, и сказать отдайте невесту, потому что у нас просто тупо все горит. То есть, вот прямо на середине мы оборвали медленную композицию, я объявил о том, что невесту похитили, достали жениха, в течение там пяти минут провели какое-то подобие выкупа, быстро похмели, и невесту вернули. То есть, ну, как бы, мы привыкли, то есть, когда я говорю мы, я говорю о том, что я работаю в команде, да, Андрей Пантюшкин, мой основной диджей, мы очень многие вопросы и проблемы решаем сообщаем вместе. То есть, мы привыкли решать проблемы по мере их поступления. Вот и я думаю то, что, наверное, твоим ключевым таким моментом в работе является умение подстроиться под любую ситуацию. Это очень важно. Это очень важно, и смотри, очень многие гости мне говорят о том, что давайте мы там примерный тайминг составим, да, того или иного мероприятия. И иногда я даже это делаю, поскольку людям так легче, но я всегда объясняю о том, что это, как бы, ну, наверное, глупо. В любом случае может пойти что-то не так. Всегда пойдет что-то не так. Даже если это официальное мероприятие, даже если это мероприятие, где там расписаны поздравляющие, у каждого поздравляющего есть лимитированное время для того, чтобы там сказать пару слов, даже если четко прописаны там награждаемые, да, всегда пойдет что-то не так. И к этому нужно быть готовым. Нужно держать руку на пульсе. Налейте чайку и возвращайтесь к нам. Что ты себе позволяешь на мероприятиях, а что нет? Я имею в виду в плане каких-то норм работы с гостями. То есть это какие-то элементы речи, какие-то определенные слова, какие-то действия. То есть есть ли, вот, наверняка у ведущих есть какой-то свой определенный, так скажем, кодекс? Ну, смотри, естественно, мы говорим там всегда... Все ведущие, мне кажется, говорят адекватно, да. Они не используют грубые выражения и, не дай бог, маты в речи. Это, естественно, это понятно. Для меня есть табу, это вот та самая пошлость. То есть мы как бы уже на начальном этапе с Андреем решили не проводить никаких пошлых конкурсов. То есть вот это вот там лопание шарика, да, вот это вот там попасть карандашком в бутылочку, перекатывание яйца из одной штанины в другую и так далее. Но при этом, наверное, все зависит от компании, да. То есть если компания очень веселая, если компания воспринимает юмор, то можно с тем или иным гостем в какой-то момент перейти прям вот на какие-то такие, я не знаю, насколько это можно назвать, даже какие-то понебратские отношения, да. Когда мы уже общаемся как старые друзья, когда мы можем откровенно уже шутить друг над другом. Это я про того или иного гостя говорю. То есть тут нужно понимать, что за формат мероприятия и как тебя воспринимают гости. То есть есть компании, в которых я появляюсь там ни второй, ни третий, даже не пятый раз. И когда ты выходишь и говоришь всем добрый вечер, дамы и господа, все говорят, Димка, привет, чем сегодня порадуешь, да. То есть понятно, что люди, которые тебя знают, которых знаешь ты, ты с ними общаешься совершенно по-другому, и у вас уже возникают какие-то внутреки, да. Когда я могу подойти к тому иному гостю и сказать, что, типа, Семен, помнится мне на прошлом мероприятии, вы обещали мне там, да, станцевать. А пойдемте, я попрошу вас выполнить данное вам обещание, да, и так далее. Сколько примерно в среднем у тебя мероприятий в месяц? Сложный вопрос. В среднем в месяц у меня, то есть в месяц у нас 4 недели, ну, примерно около 7. То есть практически каждые выходные у нас заняты, в среднем, наверное, так. В этом году, наверное, число сократилось до 6, но, например, после пандемии у нас были недели, когда было 4 свадьбы в неделю. То есть люди настолько соскучились, что решили, будний день, бог с ним, воскресенье, а давайте. Почему бы и нет. Смотри, ты сейчас, получается, работаешь в Миасе, естественно, в ближайших городах. Планируешь ли куда-то забираться еще дальше и выше? Какие вообще есть планы именно на развитие? Мы сейчас активно работаем по Челябинской области. Было проведено уже несколько мероприятий в Екатеринбурге. И было два предложения на Москву, но в силу различных обстоятельств, ну, именно в этом году, в силу различных обстоятельств не срослось. А вообще, ну, были планы развиваться, конечно же. Потому что, ну, я не знаю, это мое, наверное, пока. Есть куда расти. Поэтому было бы здорово, если бы мы выходили и покоряли дальнейшие горизонты. Но посмотрим, как все это дело произойдет. Расскажи, как ты готовишься к мероприятиям? Вот сам этот процесс и непосредственно тот день, когда состоится мероприятие. Может быть, ты встаешь, я не знаю, что-то проговариваешь скороговорки, тренируешь свой голос. Так, если ты о ритуалах, никаких ритуалов нет в день того или иного торжества. Самое главное – это выспаться, хорошее настроение. Ну, выспаться – это как бы важно, но… Не всегда удается. Не всегда удается, да. Хорошее настроение, оно в любом случае должно быть. И даже если у тебя накануне случилось что-то, ты просто берешь искусственно, делаешь так, чтобы у тебя была улыбка на лице, притом нормальная, адекватная, и отгоняешь все мысли, все направлено на вот этот вот вечер, который ты сегодня должен провести, ты должен зажечь. Подготовка к мероприятию начинается, наверное, с первой встречи, с первого разговора. То есть, очень много нюансов нужно проговорить с молодыми или там с именинницей, или с фирмой. У каждого свои требования. Ну, естественно, нужно понять, что за музыка будет звучать, да, что вообще люди хотят. Нужно понимать, какие люди будут и так далее. То есть, если у нас молодожены, то я прошу их рассказать о семье и так далее. То есть, идет активный сбор информации, идет активное общение, и я прошу всегда людям, людей давать обратную связь, да. То есть, что они хотят, каким образом они видят свое торжество, праздник, вечер и так далее. Вот. И вот на протяжении там, ну, как правило, там месяца, да, с такой достаточно частой периодичностью, я возвращаюсь к этому мероприятию. И если там нужны артисты, мы их там бронируем, да, договариваемся. Вот. А непосредственно накануне идет там звонок, либо встреча, возможно. Но это для людей, которые очень боятся, да. То есть, у меня было несколько случаев, когда, ну, это уже достаточно было давно, тогда я этого не понимал. Когда, например, до свадьбы остается два дня, мне судорожина звонит невеста и говорит, Дмитрий, давайте встретимся. И как бы, ну, что встречаться, если до свадьбы два дня мы уже все равно ничего особо сильно там жестко не изменим. То есть, обычно все какие-то детали можно обговорить по телефону. Но поскольку количество встреч априори не лимитировано, да, то есть, я говорю о том, что мы можем встречаться хоть каждый день, если этого требует ситуация, если есть что обсуждать. Я говорю, окей, не вопрос, давайте встретимся. Да, то есть, мы садимся в кафешке. Я говорю, что, о чем нам нужно поговорить? Она говорит, Дмитрий, у нас все готово. Я говорю, у нас все готово. А вот это готово? Я говорю, и это готово. И вот про это вы помните. Я говорю, и про это вы помните. Она говорит, ну, слава богу, все, теперь я спокойно, я пошла. То есть, наверное, вот этот вот звонок, он очень важен. Или там, хотя бы списаться вконтакте о том, что все окей, завтра все в силе, все нормально. Потому что люди волнуются. Ну, а вот с самого утра нужно еще раз чекнуть, насколько там у тебя нормальный внешний вид. Потому что внешний вид для ведущего очень важен. Нужно почиститься, помыться, побриться, привести себя в порядок. Потому что ведущий должен быть, не знаю, с белоснежной улыбкой, благоухать. И у него все должно быть с иголочки. И нужно подготовить те материалы, которые для тебя прописали именинницы или молодожены, например. Еще раз их прочитать, понять, где можно зацепиться и так далее. Вот давай остановимся на твоем внешнем виде. Вот ты о нем заговорил. Ты уделяешь много времени своему внешнему виду. Это очень важно для ведущего. В день. В день, да. В день какого-то мероприятия. Расскажи, я даже видела информацию, ты ее выкладывал в инстаграме, о том, сколько костюмов ты за весь период работы сменил. Вообще, да, я занимался этим подсчетом. Это в инстаграме был пост про факты о ведущем. И, по-моему, там было 15 костюмов. То есть я заморочился, посчитал. То есть больше 15 костюмов у меня было и есть до сих пор в карьере ведущего, скажем так. При этом сейчас у меня есть костюмов, которые я на данный момент могу одеть. Сейчас я тебе посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь костюмов, которые в хорошем состоянии и которых я могу надеть на тот или на вечер. Ты предпочитаешь более классический стиль или какой-то свободный? Или и то, и то там, где требуют этого ситуации? Стиль нужно выбирать, исходя из формата мероприятия, исходя из места, исходя из контингента людей, которые будут на нем. Но если говорить о моих предпочтениях, я, наверное, больше к классике. То есть у меня до сих пор есть бабочки и огромное количество галстуков, но при этом, скажем так, белые кроссовки у меня тоже есть. Самые модные, самые крутые, которые я надеваю только на мероприятия и боюсь... Только на особо важные случаи. Боюсь в них ходить на улице, потому что как только ты сходишь, там их нужно обратно чистить. Но при этом вот эти кроссовки я надеваю, наверное, только на выпускные практически. То есть на всех более-менее официальных мероприятиях я в классических туфлях, классических костюмах. Да, иногда это может быть рубашка с закатными рукавами, да, иногда это может быть отсутствие пиджака и наличие только жилетки. Но тем не менее. Ну, уличные мероприятия, естественно, это совершенно другой формат. Меняешь ли ты костюмы в течение самого мероприятия? То есть есть ли какое-то перевоплощение? Нет, костюмы в течение всего мероприятия самого я не меняю. Единственный случай, единственное исключение – это тогда, когда сам формат мероприятия меняется. Например, выездную регистрацию я провожу в одном костюме и с одной подачей. А дальше, чтобы была некая смена как образа, так и подачи моей, как ведущего, да, я меняю в том числе и костюм. Еще скажи, пожалуйста, есть ли какие-то определенные тенденции сейчас на свадьбах? Вот, например, я не знаю, может быть, до сих пор подружки невесты должны были быть в определенных платьях, определенной длины, определенного цвета. Есть ли сейчас что-то такое? Или то есть все абсолютно свободно, все выглядят так, как хотят, нет каких-то определенных там признаков, черт, тенденций на свадьбе? Если ты говоришь о стандартах, то стандартов нет. Да, каждый сам решает, каким образом он будет отличаться. Ну, я имею в виду, каждая молодая пара сама решает, как их вечер будет отличаться от всех остальных. И они сами прорабатывают с гостями там имиджи и образы, да. Иногда у подружек невесты, там, бутоньерки, например, а у друзей жениха бабочки одинакового цвета, да. Иногда гости приходят в какой-то единой цветовой гамме. Вообще, ну, там, я не знаю, 3-5 лет назад был бум вот так называемых свадеб тематических, да, там, свадьба в стиле Великий Гэтсби, в стиле вручения Оскара и так далее. Вот, то сейчас это все, наверное, ушло. И максимум, что, наверное, люди, на что люди идут, это прийти в какой-то там цветовой гамме. За какую наибольшую сумму тебе удалось продать бутылку шампанского? Сложный вопрос, но точно больше 25 тысяч рублей. Видишь, фишка в чем? Фишка в том, что аукционы бывают разные, да, и я могу лишь условно предполагать, что это точно больше той или иной суммы. То есть я не беру обратную связь от молодых, если они сами того не захотят, что там бутылка шампанского была продана там за такую-то сумму, да. Я тоже оформлял пост в Инстаграме, то есть был факт, когда бутылка шампанского была продана за 25 тысяч рублей. Я его озвучил, при этом мне тут же написала невеста моя, которая находится у меня в подписчиках и сказала, что «Дим, на нашей свадьбе ты продал бутылку шампанского гораздо дороже». Но ни бутылка шампанского счастья, ни продажа бутылки шампанского основная там функция от ведущего. Хотя очень многие молодожены ждут, чтобы свадьба отбилась и хотят, чтобы ведущий там, не знаю, не вымогал и не клянчил, конечно, деньги, но попытался сделать так, чтобы гости благосклонны были к тому, чтобы побороться за тотальный предмет. Это тоже одна из, там, не знаю, позиций, одна из черт, которые там просят от ведущего. Пока этот вот бутылка шампанского – это достаточно незыблемо, да? То есть сейчас есть… Кусок торта еще также. Да, кусок торта, совершенно верно. Сейчас есть тенденции, когда, например, вместо бутылки шампанского молодожены предлагают свою общую фотографию. Но если эту бутылку шампанского можно использовать по назначению, и этим она интересна, части гостей, то вот фотография у молодых, например, в большой рамочке, она интересна, наверное, больше там родственникам, ближним или дальним. Друзья уже не захотят бороться. То есть здесь нужен какой-то предмет. И, наверное, дело не в бутылке шампанского, дело в символе, да? То есть мы, даже когда я предлагаю на аукционе бутылку шампанского, я говорю о том, что это не просто бутылка шампанского, это некий там артефакт, да? Это некий предмет, который там создан руками невесты или специально по заказу там невесты, специально для наших молодых. И этих предметов в мире всего два. И вы можете являться почетным обладателем, там, например, этого предмета. И вам достается право, как обладателю этого предмета, там, прийти, например, к нашим молодоженам и, там, я не знаю, эту бутылку распить, там, на годовщину и так далее. То есть люди-то покупают не торт и шампанское, люди покупают, я не знаю, память, люди покупают уникальное право, люди покупают некий символ. Случались ли какие-то казусные ситуации? Например, официанты несли торт и уронили его случайно, взорвалась бутылка шампанского и облила всех гостей? Если ты про казусные ситуации с этими предметами, то такой жести не случалось. Был однажды трехъярусный торт, который был на специальных подставках, подставки эти были на ножках. И когда молодожены резали верхний ярус, тортик был такой достаточно хороший, мощный, одно неловкое движение, и подставка от верхнего яруса, она просто наломилась, и верхний ярус начал съезжать. Его успели поймать. То есть, ну, как бы, это был такой эффект неожиданности, да, но быстро срегули на этот момент. Да, торт успели спасти. Да, 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 совершенно верно. У нас был случай, когда во время свадьбы на площадке я пошел договориться про тортик, я говорю, так, мы как бы уже затягиваем, да, у нас осталось там буквально 50 минут до окончания нашего свадебного банкета, приготовьте тортик, через пару минут я его объявлю. Они говорят, да, 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 конечно, а через 25 минут мы подадим горячее. Я говорю, одну секундочку, я там что-то не расслышал. Какое горячее после тортика, учитывая, что там до окончания свадьбы у нас будет меньше, чем полчаса. Они говорят, ну, понимаете, у нас плиты, что-то с ними случилось, и вот мы готовили горячее другим способом. Я не знаю, что они там отмазались, да. Я говорю, ну, давайте я сейчас пообщаюсь с молодоженами, выясню этот момент. Но я думаю, что горячее уже не актуально. Вот, ну, так оно и оказалось. То есть горячее сложили в отдельные контейнеры, и его использовали как уже холодное, но на второй день и свадьбу на вечер. Если подкаст записывается, значит, это кому-нибудь нужно. А что касается вот самого формата работы, не приелся ли он тебе? Потому что ты работаешь ведущим, ты сказал, уже 15 лет. Больше 10. Больше 10. Я сама по себе просто знаю то, что чем дольше ты занимаешься каким-то одним и тем же делом, тем больше оно тебе немножко приедается. И хочется чего-то нового, хочется что-то в него привнести. Хочется чем-то разнообразить свою деятельность. Как это у тебя происходит? Есть ли вообще такое? Ну, наверное, есть. Естественно, именно поэтому, наверное, появилась мастерская «Лазарь». Да, именно поэтому я стал обращать свое внимание на какие-то другие проекты. Потому что, ну, рано или поздно с карьеры ведущего придется завязать. Да, всем на том или ином вечере хочется видеть бодрого, красивого, молодого, энергичного человека. Все мы понимаем, что рано или поздно Дмитрий Михайлович перейдет в разряд таких г-г-г-г-х, трючков. Вот от этого момента нужно уходить. Нужно уходить из карьеры ведущего, как мне кажется, на пике. Не ждать, когда тебя будут просить провести то или иное торжество, только потому, что все остальные уже разобраны. Такого бы не хотелось видеть. А вот по поводу того, что приелось, наверное, нет, не приелось, потому что сейчас форматы меняются. Сейчас активно все это дело развивается. Постоянно меняются тенденции в том плане, что раньше люди любили переодевалки. Ну, это прям давным-давно. Потом очень жестко все стали юзать и просить конкурсы с проектором. Теперь тенденция идет к тому, чтобы тот или иной вечер приходил в разряд юмористического шоу, что ли. То есть, когда ведущий может вклиниваться в канву вечера и при этом шутить, что называется, практически в режиме нон-стоп. В том плане, что на темы, которые возникают во время того или иного разговора и так далее. Некоторые называют это стильками, где это можно по-разному называть. А в твоем представлении идеальный заказчик – это кто? Хороший вопрос. Я, наверное, не думал над этим. Давай попробуем покреативить. Значит, идеальный человек – это человек, который А. Выполняет свои обязательства. Это человек, который доверяет тебе как профессионалу и ведущему. Это человек, который понимает, что его гости – это тоже люди. Он понимает, что этот вечер… Понимает, чего он хочет от этого вечера. Не тогда, когда ведущий ему говорит о том, что «можем сделать так», «можем сделать так», «можем сделать так». Он говорит, «Делай, что хочешь, я не знаю, что сделать». Который знает, чего он хочет, наверное, вот так. Идеальный заказчик — это человек, который знает, чего он хочет и готов к этому идти, готов над этим работать. Дима, на этой ноте мы с тобой заканчиваем нашу интересную беседу. Я думаю, что всем слушателям MeasLive было очень интересно провести с нами это время. Я благодарю тебя за то, что ты поучаствовал со мной в подкасте, и у нас с тобой случился обоюдный такой некий дебют. Давай пожелаем нашим слушателям что-то хорошее на предстоящий 2021 год. Пожелаем им быть максимально аккуратными, культурными, цивилизованными на предстоящих корпоративах. Что ты еще можешь добавить? Я, наверное, пожелаю все это дело пережить. Да, потому что по статистике, которую я там отрыл на сайтах, абсолютное большинство россиян считает 2020 год самым худшим годом в своей жизни. Вот, поэтому, друзья, там, народ, давайте все это дело переживем, давайте закончим 2020 год на позитивной ноте. В любом случае все будет хорошо, я оптимист по жизни и уверен, что так оно и будет. И все, что не убивает, делать нас сильнее, мне кажется, так. Будем надеяться, что 2021 год не станет продолжением 2020, и все-таки будет все по-другому. По факту он станет продолжением 2020, но он станет таким, я не знаю, хорошим финалом, хэппи-эндом. Нельзя говорить хэппи-эндом, да, потому что это не конец. Спасением, спасением. Да, спасением и развитием, новым витком к тому, чтобы люди перешли на качественно другой уровень жизни, к тому, чтобы они открыли себе какие-то новые горизонты и так далее. Я уверен, что так это и будет, нужно просто к этому стремиться. МИАСЛАЙФ Проект Устамели МИАСЛАЙФ